Первый день работы Международного экономического форума и многомиллиардные контракции. В этом серьезном денежном ресурсе 5 миллиардов для Ярославской области, чтобы именно наш регион решил проблему общероссийского масштаба – утилизации твердобытовых отходов. На полях форума договорились, на территории Ярославской области будет построен мусороперерабатывающий завод. Соглашение подписал глава региона Дмитрий Миронов и руководитель крупного предприятия по утилизации мусора Игорь Чайко. В открытой студии первого Ярославского российский бизнесмен заявил, нынешний подход к утилизации мусора не отвечает современным реалиям. Более того, технический ресурс уже давно исчерпан. То, что мы сейчас видим – это свалки, это остатки тех 80-х, 90-х, может быть, даже раньше годов. И те предприниматели, я считаю, эти предприниматели абсолютно недобросовестные, которые все эти годы, вместо того, чтобы часть своей прибыли вкладывать в развитие инфраструктуры, вкладывать в модернизацию этой инфраструктуры, чем занимались? Это занимались тем, что фактически зарабатывали сверхприбыль и ни копейки не вкладывали в создание современной инфраструктуры. Стоимость проекта – 5 миллиардов рублей. На эти деньги построят не только завод, но и сортировочные станции во всех районах Ярославской области. Кроме того, на полях форума говорили и о промышленности региона. Многих российских предпринимателей интересует судостроительный кластер. На его благо в регионе трудится 2500 человек, а это 5 крупных предприятий. Их дальнейшее развитие определит новое серьезное соглашение с крупной российской корпорацией. Ярославская область и, в первую очередь, конечно, Рыбинский Сатурн – это, наверное, самое главное предприятие, самое главное компонент импортозамещения, ключевая программа импортозамещения в надводном судостроении, которая позволит производить газотурбинные двигатели для российского военного флота, в первую очередь. Кроме того, мы надеемся, что мы разовьем сотрудничество с Ярославским моторным заводом. Нам нужны надежные современные морские дизеля. На Международном экономическом форуме Ярославская область приступила к реализации майских указов президента. Один из них касался поддержки малого и среднего предпринимательства. И в этом направлении здесь, на полях форума, было подписано соглашение, по которому в регион заходит лизинговая компания, благодаря которой крупные предприятия Ярославской области могут получать оборудование по льготной ставке. И еще один указ президента от 7 мая 2018 года. Он касается внедрения цифровых технологий в производство. В этом направлении уже давно трудится Рыбинский завод приборостроения. Им разработками интересуется крупнейшая энергетическая компания страны. О дальнейшем сотрудничестве они сегодня также договорились. В целом, итоги дня подвел Дмитрий Миронов в открытой студии первого Ярославского. Нам удалось сегодня подписать 19 соглашений на общую сумму инвестиций, которые составляют порядка 20 миллиардов рублей. Это очень хороший результат. Этому пришествовала очень большая работа. По итогам предыдущего, 2017 года, мы подписали 17 соглашений на общую сумму порядка 21 миллиарда рублей. Сейчас эти соглашения находятся в стадии разработки, развития и в целом их реализации. На этом форуме у нас тоже очень огромная, большая, обширная программа. Второй день форума обещает быть не менее насыщенным. Завтра обсудят инвестиционную привлекательность Ярославской области, судьбу НПЗ имени Менделеева и его кислогудронных прудов и новые перспективы Ярославского сельского хозяйства. Александра Панкратова, Сергей Ватин, Денис Сахаров. День в событиях.